Расскажу вам одну очень интересную историю. Это был то ли девятнадцатый год, то ли двадцатый год, уже вообще четыре года прошло, просто пипец. Мы были в Берлине. У нас был семинар в Берлине и немцы, очень многие ребята торгуют франкфуртскую биржу, да. Там очень много инструментов, очень хороших и, короче, мы были в Берлине и ребята, которые сидят там на первых франкфуртах. Говорят, Александр Михайлович, а вы можете, например, посмотреть немецкий рынок? Мы все-таки здесь, как бы мы не хотим Америку торговать, мы можем, хотим торговать немецкий рынок. Я говорю, отлично. Завтрашний день полностью берем немецкому рынку. Ну ко мне Юра подходит, Кирш, он еще как бы тогда куратора не был и говорит, а как ты же вообще не знаешь немецкого рынка? Я говорю, а мне ничего не надо. Ты мне возьми, просто открой график и просто выставь там самые ликвидные 30 пубок. Я сделаю домашку. Возьмем, у кого есть счет на франкфуртской бирже и будем в этот день торговать. Все говорят, ну а как так? Вы без подготовки. Я говорю, ребят, запомните одну вещь. Если вы закроете обычно в левом углу любого графика, да, вот я вам просто покажу. Обычно в левом углу любого графика у вас есть название инструмента. Вот в данной ситуации. Видите, у меня BTC. Сейчас график включится. Вот. Видите, здесь в левом углу в верхнем всегда есть название инструмента. И вот здесь все инструменты вот перечислены. Видите, они у меня ранжированы все по объему. То есть ниже там 20 миллионов я не иду, потому что ну для меня это такой уже полуликвит. И я смотрю каждый инструмент одновременно. Так вот сели мы на следующий день. Вот тут очень интересная история была. Даже на то, что рынок открылся. Тогда S&P очень плохо себя вел. Ну падал очень сильно. Даже учитывая то, что рынок открылся минус 2,5%. Мы за день на немецком рынке смогли сделать 5,5%. Первое. Второе. Основная проблема, которая по сути дела вас, по сути и дело вам мешает, это то, что вы не ждете сильных точек входов и выходов. Вы должны понимать одну вещь, что в год будет от 20 там наверное до 30 великолепных точек входа, на которых можно заработать. Вот я вам скажу честно, сейчас я торгую средний срок, у меня от 15 до 20 сделок. Я могу сидеть месяц и два вообще без сделок. Просто сидеть ждать. Сейчас я готовлюсь там выкупать Америку, да. Это может быть завтра, может быть через 3 дня, может быть через 5, может через месяц. Но я не кидаюсь на каждую сделку, только если есть какая-то очень красивая картинка, какая-то очень красивая картинка. А тогда что-то можно сделать. Но если вы в самом начале научитесь ждать очень сильных картинок, у вас никаких проблем не будет. Вот только на турецкой лире, ребята, вот смотрите. Давайте я вам расскажу так. Вот кто даже с плечами торгует. Турецкая лира суммарно в номинале дала почти 30 процентов движения. Кто даже с десятым плечом торгует, это 300 процентов депозитов. 300. Кто торговал крипту, неважно какой инструмент. Я не призываю торговать с плечами, я призываю торговать от риска. Поэтому мой совет всем настоятельным, он предельно простой. Нужно ждать в начале свою какую-то очень сильную точку. Во-первых, если вы будете делать немного точек входа, первое, вы уберете из себя человеческий фактор. Вот я вообще абсолютно сейчас не нервничаю, я жду свою точку входа, я себе, вы видели, разграфил. Сейчас я вам просто даже покажу, что у меня там стоит на листе. Можете, пожалуйста, сфотографировать меня, никаких секретов нет. Да, у меня там есть топовый лист, две странички на американском рынке и я по-простому жду свою картинку. Сейчас, одну секунду. Так, вот смотрите, это первая там бумажка на моем листе. FRGE. Мне эта бумажка очень нравится, объясню даже почему. Смотрите, если вы посмотрите, у этой бумаги паранормальные объемы в три раза на без движения объем. Обычно, что это значит? Если в инструменте прошел очень большой объем, больше стандартного, но инструмент никуда не пошел, значит, скорее всего, готовится сильное движение. Второе, если вы посмотрите все самые сильные движения, вот, видите, самые большие, самые объемные движения, то это всегда самые сильные движения у этого инструмента. И тут вдруг огромный объем в три раза выше нормы, но инструмент никуда не идёт. То есть этот инструмент у меня сразу попадает на лист. Дальше. У меня есть вот основной лист. Вот это основные бумаги, которые у меня будут стоять на листе. BGXX. То есть я себе там всегда сделаю, вот проведу там линию, там по 3 доллара и все остальные. Видите, что у меня есть там. Докю, PLTR. Пока инструмент не подойдёт к какому-то очень важному уровню, мне вообще абсолютно безразлично. То есть вот так я покупать не буду. Я пойду по каждому инструменту. Видите, эти инструменты с ниоткуда вырвались. И буду искать только ту точку входа, которая по моему, по моей картинке конкретно мне подходит. Видите, вот это всё мне не подходит. Это мне ничего не подходит. Вот. LWG мне подходит. Почему? Потому что этот инструмент начал движение до того, как что-то произошло. И вот так вот я иду. Видите, по каждой картинке, по каждой картинке до тех пор, да, у меня их очень много. Пока я не увижу ту картинку, которая мне подходит. Вот я буду идти по каждому инструменту. Видите, до тех пор, пока я не увижу первые какие-то ближайшие уровни, вот эта картинка мне подходит. НИО, да, машины. Почему? Видите, она сильнее рынка, она пробила локальный Хай. И вот так вот я по каждому инструменту. Вот эта картиночка тоже мне подходит. CNTX. Очень красивая картинка. Видите, Хай 2.15. Вот я её там буду... Сейчас я даже запишу себе её. CNTX я буду покупать. Потом, что я вам сейчас покажу, что я обычно делаю. Вот у меня есть вот такие вот картиночки. Смотрите, сейчас я вам покажу. У меня есть вот такие вот картиночки. Видите? И я возьму каждую картиночку, вот так сложу и потом сделаю. И на выходе у меня получится вот что-то такое. И только тогда, когда у меня на картинке будет что-то написано, только тогда я туда полезу. То есть моя задача, моя задача сделать в первую очередь домашку. Я без домашки вообще не сяду торговать. То есть я сделаю листик, на листик выпишу все картиночки. И только тогда, когда картиночка, которая у меня есть, сойдётся вместе со мной, да, поэтому я только тогда буду её отторговать. Всё. Вам всем хорошего дня.